Итак, доброго всем времени суток! Приветствую всех на канале Airzone Game. Сегодня предлагаю вам отправиться в увлекательную экскурсию по вновь открывшемуся проекту, который построен на базе игры GTA 5 и расположен на мультиигровой платформе 5M. Называется этот проект California Life. Данный проект вышел в свет 2 ноября 2021 года, естественно, без всяческого грифа, то есть не под грифом ОБТ, ЗБТ, ну и тому подобное. Просто открылся и открылся. Но по условиям того, что я увидел, это тестировочный промежуток времени перед, так сказать, релизом. На самом деле данный проект просто открылся и открылся, находится он в достаточно рабочем состоянии. Разработчики не объявляли о каком-то ОБТ или еще каких-то тестовых периодах. В общем-то проект уже открыт, уже играбельный, но он дорабатывается. Ну а что он из себя представляет и какое направление выбрали для себя разработчики, мы и посмотрим и поговорим в этом видео. Конечно же начинаем с меню кастомизации. Вот так вот оно выполнено и надо сказать, что выполнено оно не самым лучшим образом. Работает достаточно кривобастенько, не все вообще здесь работает. Первая строчка, я так и не понял, что она настраивает. Персонаж мерцает и ничего у него не меняется. Работает по отклику достаточно печально. Также и подбор цветов какой-то не очень хороший. Ну в общем-то вот таким вот образом выполнено это меню. В принципе пользоваться можно, ни на что это глобально не влияет. Но если его разработчики впоследствии доведут до какого-то более хорошего состояния, потому что ну все-таки настроек минимальное количество. И как я и сказал, не все настроечки работают. Иногда попадаются и вот такие вот штуковины. Тоже видимо забыли убрать. Ну вот есть что есть. Проект открылся. Проект, как я уже сказал, в играбельном состоянии. Но вот какие-то вот такие вот недоработки пытаются выявить авторы на вот этой вот стадии. И наверное с ними будут бороться. Также вот как раз в момент персонализации и со мной случился один небольшой баг. Но это даже не баг. Просто пока я настраивал своего персонажа. Или вернее сказать пытался его настроить. Пытался понять как работает это меню. Все ли здесь хорошо. Произошел рестарт сервера. И мой персонаж остался в этой комнате. Не знаю, такое случается всегда или не всегда. Это баг или не баг. Но вот так со мной случилось. Везет мне на такие штуковины. Сервер перезагрузился. Я зашел и остался вот в этой вот комнате. Зато теперь я знаю как она выглядит. А выглядит эта комната вот таким вот образом. Это вот такой вот кусочек. Небольшой. Где-то непонятно где он находится. Видимо где-то под картой. Но вот таким вот образом со мной случилась эта неприятность. Надо сказать, что как только я написал об этой проблеме, сразу же через минуту меня тэпнули и разрешили эту проблему. То есть то, что я успел оформить, имя, фамилия, дата рождения, все это быстренько было удалено. И при следующем перезаходе я просто начал все с чистого листа. Не знаю считать это за баг или не за баг, но все равно тем не менее это будет интересно увидеть наверное разработчикам. Что вот если в момент перезагрузки сервера человек находится в меню персонализации, с ним может произойти вот такая вот неприятность. Ну и ладненько. Все. Этот вопрос был закрыт. Мне помогли, все сделали. Ну и заходим на сам проект. Естественно, что точкой появления был выбран аэропорт. Достаточно стандартная локация, в общем-то никого это не удивляет. Так как мы находимся на платформе 5M, нас окружают NPC-шки, боты и тому подобное население. РП-население, так сказать. РП-трафик. Быстренько пробежимся по механикам. Меню взаимодействия, ну и карта. Меню взаимодействия пока что выглядит вот так. Это рабочая схема меню. Она выведена на кнопку M. Все. Больше никаких кнопок здесь нету. Только кнопка M. На данный момент только кнопка M и клавиша F10. Это HUD, который загорится в правом верхнем углу. Все. На этом пока все. В дальнейшем разработчики хотят немножко разделить вот это вот меню на клавиши M на несколько частей. Но пока это все сделано вот таким вот образом. Не все еще работает, но то, что нужно, уже задействовано. Ну и карта. Карта мы уже видели. Такой вот раскрасочке я уже показывал неоднократно. Но здесь меня удивило, как сделаны зоны влияния той или иной банды. Посмотрите, как это мигает. Прикольно. Вот я, если честно, вижу такое первый раз. Здесь нету границ каких-то. Мы уже привыкли, что разделяются на квадраты, на прямоугольники. Здесь это выглядит вот таким вот образом. Честно скажу, не знаю, как это будет работать. Да, как понять, какая группировка что захватила. Но выглядит визуально прикольно. По крайней мере, я такого не видел. Ну вот вы сейчас видите, как это все мерцает красиво и мигает на карте. Ну а далее же надо пробежать до точки аренды транспорта. И отправиться в бюро занятости. Но меня тэпнул к себе один из администраторов, чтобы узнать, нет ли у меня больше никаких проблем после того, как я застрял в этой комнате. Поэтому я немножко проскочил вот это вот действие. И начнем мы сразу с рабочего занятия. Так как меня кинули вот в такой вот поселочек, там где находится представительство шерифа. Здесь же есть и аренда машин, есть и аренда велосипедов. Вот отсюда мы и начнем. Ну и первое, что хотелось бы сказать, что конечно же аренда велотранспорта, это может быть с какой-то стороны хорошо. Но с другой стороны, это достаточно надоедливая тема. И это очень медленный транспорт. Это очень медленный. Хотелось бы увидеть какой-то уникальный транспорт. Ну это уже такие мои фантазии на тему того, как бы я хотел видеть разработку проекта в дальнейшем. Мопеды надоели, велосипеды надоели. Хотелось бы, чтобы был какой-то транспорт, который не требует от вас прав. Потому что права здесь надо получать. Этого мы коснемся чуть позже. Но и велосипеды это тоже не выход. Ну обо всем потихоньку и по порядку. Первым делом мне посоветовали ехать на ферму. Здесь рабочих занятий пока немного. Мы их потихонечку коснемся и будем обсуждать вообще концепцию проекта. Ну и рабочие занятия. Ну и все те механики, которые я успею охватить за этот обзор. Двигаемся в сторону фермы. Ферма находится тоже недалеко от этого места. В общем-то на велосипеде, конечно, не так приятно ехать, как, например, на каком-нибудь тоже двухколесном, но моторизированном транспорте. И вот об этом бы тоже хотелось поговорить. Но пока выдвигаемся в сторону фермы. Локация расположена тоже в достаточно стандартном месте. Уже на многих проектах мы это видели. Вот это место. Ну и как это работает. И вот с этого момента мы начинаем обсуждать не только рабочие занятия, но и в принципе концепцию данного проекта. А у этого проекта концепция достаточно сложная и своеобразная. Вы, наверное, заметили, что когда мы ходим пешком, нету мини-карты. Это не ошибка. Это не баг. Это одна из концепций данного проекта. То есть приближена к реальности. Чтобы нам найти рабочее занятие, нужно постоянно прожмыхивать карту. Мое мнение, что это не самый лучший вариант, исходя из того, что реальность в данном случае это только усложнение жизни игроку. Так мы, например, не можем понять, куда нам идти. Параллельно данной концепции мы будем еще смотреть это рабочее занятие. Ну, первую точку я нашел. Вот она на крыльце горит. Как бы это все понятно. А где вторая точка? Вот откуда мне знать? Я пошел. Ну, у меня за плечами уже около 60 подобных проектов. Поэтому я уже предполагаю, куда надо идти. Ну, а если этот человек зашел в первый раз, он будет искать вторую точку. Вторая точка находится на втором крыльце. Это точка переодевания. Ничего вам туда не подскажет. Интуитивности полный ноль. Не прокладывается маршрут. Да, если бы даже он и прокладывался, у нас же нету мини-карты. Открывать надо все время большую карту. Но на большой карте эти маленькие точки не отмечаются. Просто одна локация. Ферма и все. Дальше нам говорится, что надо пойти взять семена. А куда идти? Где эта точка? Вот где? Там написано, зайдите в контейнер. Ну, блин. Если бы я не прочитал, да, но пропустил. А большинство игроков так и делают. Они пропускают текст. Никто его не читает. То будешь ходить по этой территории и искать, куда же тебе надо идти. Дальше в контейнере нам пишется, пройдите на поле с огурцами. И вот тут начинается следующая проблема. Опять же таки, пересекающаяся с концепцией данного проекта. Они не хотят нагружать монитор, экран лишними какими-то фичами, относящимися к худу. То есть вы видите, да, что нет ни мини-карты, никаких надписей, подписей, ни всплывающих окошек. Ничегошеньки нет. То есть приближено к реальности. Вот если говорить дословно словами автора. Но это, как я считаю, на самом деле нагрузка только на игрока. Я не сразу понял, куда мне вообще надо идти, где это поле. Мне пришлось писать администрации. Я действительно не понял. Сейчас вы можете заметить, когда садитесь в транспорт, мини-карта загорается. Но вряд ли кто-то из вас успел заметить, что на мини-карте стоит маленький-маленький флажочек. Это как раз и есть то самое поле с огурцами. Туда-то нам и надо. Чтобы до туда добраться, нужно будет несколько раз включить карту. Ну, потому что мы же все-таки не живем на этой карте, да, и не так хорошо в ней ориентируемся. Поэтому постоянно приходится ее нажимать. А к этой визуальной проблеме подключается еще одна. Так как мы находимся на платформе 5M, а она грешит тем, что маркеры прорисовываются в самый-самый последний момент. Издалека вы не увидите, где горит ваше поле. Только подойдя уже на очень-очень близкое расстояние, вы увидите, как загорелись маркеры. Маркеры здесь, вы сами это сейчас видите, выглядят как вот такие вот белые конусы. То есть бледненькие. Их издалека, даже если бы они прорисовывались на большом расстоянии, все равно будет увидеть сложно. Все это накладывается на игрока вот таким вот бременем, заставляющим его все время делать какие-то манипуляции абсолютно бесполезные. И вот эта вот мини-карта, она бы на самом деле решила много-много вопросов, если бы она была. Я считаю, что мини-карту надо вернуть. Реализм это хорошо, но мы все-таки находимся в игре, в которой игроку хочется получить больше удовольствия и меньше бесполезных телодвижений. А вот дальше как раз хотелось бы поговорить о вот этих вот бесполезных телодвижениях, об этом скрипте и его настройках. Дело в том, что скрипт на самом деле не самый красивый, вы это сейчас можете заметить. В нем есть анимация ковыряния в земле, но нету ни анимации посадки растения, ни самого растения. В общем-то ничего нет. Скажем так, скрипт достаточно сухой. По красоте это не самый красивый скрипт. Будем откровенными. Но у него есть и еще недостатки, которые на мой взгляд тоже можно было бы немножко сгладить. Что же я имею ввиду? То есть мы приходим на это вот поле, поле все время разное, в разных концах вот этой вот локации. Это первая проблема, которую мы сейчас коснемся. Вторая проблема этого же скрипта, это привязка к точкам. Я не имею ввиду точки, которые мы вот ходим по полю, типа что-то сажаем или наоборот собираем. Наверное сажаем все-таки по логике вещей. Но есть еще привязка. То есть после того, как мы обработали поле, нам нужно бежать и получить зарплату. Это вот первая привязка к точке. Следующая привязка это получить новые семена. То есть бежим опять в тот контейнер, получаем новые семена. Ну и уже после этого бежим на поле. Вот я считаю это есть небольшой, наверное, недостаток этого скрипта. То есть мы не получаем зарплату по точкам, а за ней надо бегать. И еще надо бегать за семенами. Но так как локация большая и поля, зачем-то автор сделал самые-самые дальние. Вот это я считаю недостатком. Как я уже и сказал, игроку хочется получать удовольствие. А беготня от точки А до точки Б таковой не является. А бегать действительно приходится далеко. Хотя напротив вот этой первой точки, где мы устраиваемся, где мы получаем зарплату, есть несколько полей. Почему не привязаться туда, мне действительно непонятно. Зачем делать самые дальние точки? Какая в этом логика? Просто загонять на самых начальных этапах игрока. Ну, надо сказать, что сюда же будут приходить уже не прокачанные игроки, а новички. Ну и зачем новичка с самых первых минут гонять по такой огромной локации? Без мини-карты. Да, без навигации. Ну, зачем это сделать? Если вернуть обратно мини-карту и сделать вот эти вот поля, которые выпадают, там их несколько штук, в зоне видимости мини-карты игроку станет проще. И бегать не надо будет далеко. Потому что действительно ты огромное количество времени тратишь, пробегая от самого дальнего поля до точки выдачи зарплаты, потом до точки выдачи зерен и опять в самую дальнюю локацию, в самое дальнее крайнее поле. Это я считаю абсолютно бесполезным. Можно сделать поля, которые находятся вокруг вот этой вот главной точки, чтобы игрок как можно меньше бегал и как можно больше получал удовольствие. Ну и если уж взаимодействие с этими точками отменить никаким образом нельзя, потому что они прописаны в скрипте, то сузить поле деятельности, бесполезной деятельности игрока до кратчайших дистанций, я считаю это не только можно, но и нужно сделать. Пусть игрок как можно меньше бегает и как можно больше проводит времени с пользой. Ну это мое мнение. Ну а если говорить обобщенно, то скрипт если и не прорывной и некрасивый, то как минимум он играбельный, он в принципе интересный. Ну если его еще и дошлифовать, то я думаю он имеет место быть и существовать. Ну и давайте двигаться дальше. Но только вот чтобы двигаться дальше, мне нужно сделать опять замечание. Ключевая точка ферма для работы новичков. Транспорта у меня нету, водительских прав у меня нету, машины у меня нету. Но и точки аренды транспорта здесь тоже нету. Ближайшая точка аренды транспорта поставлена почему-то в поселке Черезозеро. Ну а следующая уже в Палета Бэй. Не в этом поселке, не в Палета Бэй ключевых точек нету. Ферма является ключевой точкой. Ключевой, потому что сюда будут приходить игроки, скорее всего новички. Здесь они будут фармить первые свои денежки, получать опыт. А выбраться отсюда возможности нету. Опять бесполезная беготня. Опять трата времени. Сюда просто напрашивается точка аренды транспорта. И вот в этот момент хочется опять поставить ударение на тот самый транспорт, который разработчики предоставляют игроку. Велосипед. Опять же таки, прав у меня нету, машины у меня нету, денег тоже не особо много. Велосипед. Блин, вот с этой вот фермы на велосипеде до Лос-Антоса, ну я вам скажу, удовольствие не из самых приятных. Такое себе на самом деле удовольствие. Крутить педали до самого Лос-Антоса. Естественно, я не кручу их физически, да. Но на велосипеде я трачу чуть ли не вдвое времени больше, чем если бы я ехал на какой-то моторизированной транспортной технике арендованной. Поэтому хотелось бы, чтобы какие-нибудь, может быть, квадроциклы, не знаю, электроскутеры, что-нибудь, но только не велосипеды. Что-нибудь хотелось бы увидеть от авторов более оригинальное. Ну ладно, что ж, надо бежать бегом, тратить свое время. Ну а добравшись до города, как я и говорил в начале ролика, надо посетить агентство по трудоустройствам. Ну и вот тут мы переходим ко второй части концепции данного проекта и о скриптах, которые здесь есть. И точка, и сам скрипт вот этих вот рабочего агентства мы уже видели неоднократно. Скрипт достаточно стандартный. На всех проектах, где я его показывал, я говорил, что у него не хватает интуитивности. И это действительно так. Если вы играли на RedJ и придете, например, на 5FM, то вы будете этим недовольны. Если на RedJ вы любое занятие берете и вам прокладывается маршрут, то здесь такого нет. Я об этом уже говорил неоднократно и не перестаю удивляться, почему же так делаются скрипты на платформе 5FM. Вы выбираете какое-то занятие. В данном случае я взял занятие Delivery, доставщика. И ищем его визуально на карте. Вот внизу есть машинка, там написано доставщик. В дальнейшем авторы переведут слово и будет и на карте одинаково написано, и в агентстве трудоустройства. Будет написано одинаково, все будет переведено. Пока это так. Но маршрут все равно не прокладывается. Вам надо самому найти это место, поставить туда метку и уже самостоятельно ехать. И переходим плавно к концепции, пока я вам показываю это рабочее занятие. Почему их так мало? Вы видели, что их всего два. На самом деле на проекте рабочих занятий больше. Но авторы этого проекта хотят отойти от стандартизации данных сборок. Они хотят сделать направление на роли плей. А что же ты имеешь ввиду, спросите вы и будете правы. А то, чтобы устроиться на другие рабочие занятия, а здесь есть, например, эвакуаторщики, механики, таксисты. Естественно, есть полиция, есть скорая помощь, медики. Все это есть. Но чтобы туда устроиться, нужно будет войти в взаимодействие с представителем той или иной организации. То есть, если вы хотите пойти в такси, вам надо созвониться с таксистом, с главным таксистом. Или приехать в автопарк, найти его там. Ну, может быть, воспользоваться дискордом, хотя это я не люблю. Я предпочитаю все взаимодействия на карте, в игре. Я не люблю ходить по сторонним сайтам. Тем не менее, находите представителя этой организации и устраиваетесь туда. Вот, в общем-то, и все. Ну, а дальше уже по договоренности, по зарплате и тому подобное, это уже вот и будет само РП. Вот к такой вот концепции хотят привести весь проект разработчики данного сервера. Но, вот эти рабочие занятия и еще несколько все равно будут. Потому что есть люди, которые, ну, не любят, например, много общения, да, хотят позаниматься чем-то в одиночку. Для них вот эти вот занятия и это трудовое агентство все равно останется. И даже будет немножко расширена сфера деятельности разных профессий. А пока что о профессии доставщика, которую вы сейчас видите. Как она оформлена, вы тоже уже, наверное, посмотрели. Можете заметить, что я взял транспорт, но маршрут не прокладывается. Это связано с тем, что сервер на данный момент, по крайней мере, крайне неустойчивый. Не всегда прокладывается маршрут. Бывают глюки, выбрасывает. Это видно, наверное, и по картинке. Очень долго прогружается карта. Разработчики меня заверили, что сервер стоит на отдельном сервере. Не на хосте, а на отдельном сервере. Но по ощущениям, что он стоит у кого-то на компьютере, если честно. Потому что стабильности нет у сервера. И большая амплитуда падения FPS, и выбросы, и вот такие вот нелепые ситуации, когда берешь работу, а маршрут не прокладывается. После перезахода все начинает работать. И, в общем-то, вот так вот это выглядит. Берем транспорт. Даже не имея прав, я могу устроиться. Но это, опять же-таки, элемент, как раз задумка авторов, что это все на ваш страх и риск. Это сделано специально. Как бы можно запретить, но авторы не хотят этого делать. Вы можете купить машину ездить без прав. Вы можете арендовать машину без прав. Вы можете устроиться на работу без прав. Но здесь вы должны понимать, что если вас остановит полиция, начнется проверка и выяснится, что у вас нету водительского удостоверения, то будут, естественно, приняты к вам меры. Меры по воздействию здесь тоже достаточно суровые. В общем-то, как и экономика. Вообще, этот проект можно назвать таким хардовым. Здесь действительно все сложно. И экономика сложная, и взаимоотношения полиции с гражданскими. Все очень-очень сурово. Я бы, наверное, сказал так. Ну, а сама работа выглядит вот таким вот образом. Мы берем, по-моему, 5 или 8 посылок и ездим по точкам, которые нам прокладывает этот скрипт. Проехав эти точки, возвращаемся на базу, сдаем транспортное средство. Надо отметить, что сдавать его надо в неразбитом состоянии. В разбитом состоянии его скрипт не примет. Попросит вас починить. А чтобы починить, вам надо вступить в взаимодействие с механиками. Вот такая вот, в общем-то, работа. Ну, и будем двигаться дальше. А дальше у нас есть еще одно рабочее занятие, которое называется «Мойщик окон» или «Клининговая кампания». К сожалению, снять ее мне не удалось, потому что, когда я приехал туда на точку трудоустройства, вернее, уже приехал на само рабочее занятие, вот с сервером случилась вот эта вот штука. Видите, не только у меня, а у всех залагало. Упал FPS до 7. Я даже прикололся, говорю, у меня 8, у меня круче всех. Вот, снимать было невозможно, это была просто раскадровка. Я предупреждал, что сервер находится в крайне нестабильном состоянии. Не знаю, с чем это связано, вряд ли кто-то мне расскажет все эти секреты. Но снять его мне не удалось. Поэтому движемся дальше. А в следующем у нас будет посещение автомагазина. Надо сказать, что здесь всего два магазина. Вообще, если говорить про донат, то доната как такового здесь нет. Здесь есть донатный магазин, в котором вы можете за реальные деньги купить какую-то машину. Для меня он закрыт. Видимо, нужно сначала приобрести какую-то VIP-ку, а потом уже его там покупать. Или по договоренности как-то покупать VIP-автомобили, я не знаю. Ну и есть вот такой обобщенный автосалон, который вы сейчас видите. Да, это 5M. И на всех проектах 5M мы видим одно и то же. Одно и то же меню и никакого оформления. Почему-то я не видел ни одного магазина на платформе 5M, где было бы что-то очень красивое и уникальное. Нет, везде вот такая вот табличка. Выбираем категорию, стрелочки вправо-влево. Смотрим, какие есть машинки. Машинах много есть, уникальные есть и нет. Будем говорить о том, что интересует игрока в первую очередь. Это покупка автомобиля. И тут я должен сказать, что при заходе вам дается на карточку 5000 и по-моему 400 долларов наличкой. Могу ошибаться в наличке, но то, что на карточке 5000, это точно. Самая дешевая машина стоит 1500. Ну естественно, это вот такая вот ведрюшка, ни о чем. В общем-то, имея вот этот начальный капитал, вы можете себе позволить купить достаточно неплохой автомобильчик, на котором вы будете передвигаться. Опять же, я вам должен напомнить, что здесь вы можете приобретать машину, опять же таки, без прав на свой страх и риск. Сколько здесь стоят права, я не знаю. Права здесь, как и все, в общем-то, хотят свести к роли плей составляющей. То есть, здесь нету скрипта автошколы. Вы едете в полицейское управление, и там уже напрямую с игроком, который отыгрывает роль полицейского, вы и беседуете. Он воспринимает теорию, потом вы садитесь, катаетесь. Вот такое вот направление, такая вот концепция. Если выразить свое мнение, лично мое, то я бы, наверное, сделал все-таки два направления. Это и роли плей направление, и бота, то есть скриптовое направление. Я уже показывал, есть проект, где вы можете за 2000 пойти и сдать по РП через какого-то представителя закона, а можете пойти и купить эти права не за 2000 уже, а за 5 у бота. И надо сказать, что все шли к боту. Не всем нравится общение с полицейскими, вот это вот сдача экзаменов, катание, неловкие ситуации. Это нравится не всем. Поэтому большинство игроков предпочитают все-таки скриптовую зависимость, чтобы с помощью скрипта получить водительское удостоверение. Поэтому я бы на месте разработчиков сделал два варианта. И такой, и такой. Хочешь подешевле, иди общайся с полицейским. Но не хочешь общаться, пожалуйста, переплати, например, не 2000, а 5 и купи это тоже самое удостоверение у бота. Это, мне кажется, будет гораздо логичнее. Тем более, что в концепции данного проекта уже есть два направления. Хочешь работать в одиночку в соло, идешь в агентство трудозанятости. Хочешь общаться, идешь в механики, в таксисты. Ну и еще будет здесь куча-куча всяческих бизнесов, которые, кстати, любой из вас, кто зайдет, может тоже себе приобрести и стать владельцем вот точно такого же предприятия, которых здесь будет много. Ну, как меня заверили разработчики. Ну, а по автосалону, вот такой вот автосалон. Ограничения по покупке машин нету вообще никаких. Хотите, купите себе 100 машин. И все 100 эти будут в вашем распоряжении. Проблем с парковкой транспорта на данном сервере тоже нету. Там, где вы оставите машину, там она и будет стоять. При заходе все ваши машины обнуляются. И через меню вы выбираете ту, которую вы хотите эксплуатировать. И, естественно, ее забираете в том месте, где вы ее поставили. Вот такая вот система. То есть, можете купить 50 машин. При заходе выбираете какую-то свою любимую. Вы должны помнить, где она. На данный момент нету никакой метки. Но в дальнейшем разработчики обещали сделать метку. Вы выбираете свой транспорт, и на карте она будет отмечаться. Пока что вы должны все это держать в своей голове, в памяти. Вот такая вот система. Также, наверное, можно еще упомянуть достаточно сложную систему, которая тоже относится к транспорту. Это система поломки вашего автомобиля. Если вы водите неаккуратно, сломали машину, то полностью починить вы ее не сможете. Да, можно купить ремкомплект, что-то там подлатать, но полностью, 100% вы машину не почините. Только через взаимодействие, через службу сервиса. То есть, опять идет ролеплей, составляющая вот эта концепция всего проекта. Чтобы больше игроков взаимодействовали между собой, общались, знакомились и пересекались. Ну, в общем-то, вот такая вот концепция данного проекта. Ну и, в общем-то, я, наверное, в этом видео уже показал все, что смог. Да, на данный момент проект находится в начальной стадии. Как я уже сказал, никаких аббревиатур здесь нету. Ни ОБТ, ни ЗБТ. Просто проект открылся и находится в предрелизном состоянии. Что-то допиливается. На данный момент я считаю, что он суховат по механикам, по оформлению и сыроват по своей стабильности. Ну, а в целом он вполне играбельный. То есть, каких-то вот глобальных проблем вы не ощутите при входе в этот проект, при взаимодействии, при игре на этом сервере. Каких-то глобальных проблем не будет. Да, есть какие-то мелочевки. Там может быть что-то непонятненько. Где-то не хватает картиночек. Не везде вы разберетесь, может быть, с первого раза. Но, в принципе, вот глобальных ошибок каких-то я не нашел. Не встретил таких ошибок, которые мешали бы мне здесь существовать. Да, что-то бы я допилил. Может быть, где-то что-то бы поменял. Но, в общем-то, свое мнение в этом ролике я высказал. Ну, и вы тоже можете зайти, посмотреть, пообщаться с авторами. Они, чем здесь каждый день. И все разработчики, и администрация, они здесь, в общем-то, днюют и ночуют. Поэтому вы можете зайти, посмотреть, поговорить с ними, пообщаться, оставить свои сообщения в группе ВКонтакте или в Дискорде. Ну, вот такой вот у меня получился обзор данного проекта. Так что, если кому-то понравилось, то заходите, играйте, пробуйте. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok